приветствую вас мои родные любимые христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле всех я приветствую всех же всем желаю всякого всякого блага всего самого хорошего все сферы жизни ваши у нас сегодня такой вот интересный ролик будет ну я надеюсь что он будет многим из вас интересным он будет длинным готовьтесь я его назвал бога нет я есть первый и последний назвал я так его не случайно в конце ролика в конце только ролик вы узнаете почему бога нету вы знаете как я отношусь к слову совесть да я считаю что никакой совести у человека нету вот человек слышит голос божий слышит голос людей слышит голос ну как людей злых и хороших и плохих точно также слышит голос людей голос ангелов или демонов до своим так скажем внутренним ухом но об этом мы сегодня поговорим или ролик длинный и интересный я хотел записать ролик о о как это горит матрицы да об искусственном интеллекте который в принципе скоро в любом случае будет существовать и вот прежде чем о нем поговорить я бы хотел записать этот ролик подобный ролик у меня есть на канале христолюб проповеди голосов еще в пустыне на котором вы сейчас и смотрите это видео и вот в плейлисте бог иисус и иисус христос человек и мир зло грех вот у меня есть такой плейлист как раз там вы видите первый кстати ролик бог видим и невидимы как раз он подобный тому что записываю сегодня вот но сегодня мы с вами так скажем свеженько все это запишем кое-что я добавлю покажу с некоторой другой стороны и вы не поймете вот этот ролик мой про матрицу про искусственный интеллект если не посмотрите вот этот ролик ну и отсюда уже мы с вами будем делать какие-то выводы ну давайте приступим ну мы с вами как всегда люблю начинаем самого начала я готовлюсь ролик будет длинный кто его слушает рекомендую его смотреть потому что если вы не будете его смотреть вы ничего не поймете здесь сегодня будет очень много слайдов я все буду показывать я люблю такие вот иллюстрации визуальные все вот эти изображения по той простой причине потому что мы через глаза наши получаем практически 95 процентов всей информации в наш мозг поступает поэтому я вот стараюсь эти слайды делает тружусь для вас специально чтобы все это было наглядно показано мы с вами помним с чего начинается книга сборник книг библия под названием до первая книга бытие с чего начинается вначале сотворил бог небо и землю сегодня мы не будем вторгаться опять в эти те же самые материи потому что вы знаете слова в начале сотворил они по сути абсурдный бог он кто помнит я об этом записывал неоднократно тоже уже ролики спираль фибоначчи у нас так называемая есть да как раз кстати я не просто так в принципе эту иллюстрацию взял вы видите да есть такая картинка то есть как раз вот человек из которого вот эта спираль фибоначчи выходит да то есть бог бесконечен в обе стороны и макро мир и и в макро мир сюда наоборот и микро мир как бы мы не смотрели поэтому вот это вначале сотворил вы знаете она никому неведомо точно так же как иоанн богослов параллельно вот этой книге бытие начинает свое евангелие в начале было слово как она в начале уже было вот это я уже накидываю кто никогда меня не смотрел не слушал так кто слушал напоминаю то есть мы никогда этого не поймем сейчас живя в пространстве на временном измерении то есть вот эта спираль фибоначчи которую я вам показывал показываю да то есть мы когда по ней поднимаемся мы до бесконечности она раскручивается 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 и также она в микро мир она бесконечно 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 уменьшается вот с этим понять это невозможно то же самое как вначале сотворил бог мы живя в пространстве на временном измерении мы не понять просто этих слов бог всегда был хотя по идее мир как-то должен был твориться сейчас во времени мы видим как он от начала как говорят там от большого взрыва образно говоря в начале сотворил бог но это лишь пока земные слова надо об этом тоже понимать я вам сегодня дам достаточно много такой информации что-то будет повторяться кто меня давно слушал думаю не лишним будет это послушать напомнить раз я сам это говорю и сам лишний раз назидаюсь утверждаюсь до учусь разговоре вот поэтому вот это вот в начале сотворил надо понимать что она неведомо нам да пока мы живем в пространстве на временном измерении когда мы войдем в другое или выйдем из него и опять по погрузимся вечность которые и были как бы всегда да тогда мы опытом все это поймем сейчас гадать о том чего мы не видим этими глазами не слышим этими ушами не осязаем этими руками это просто бессмысленно и пустая трата времени вот поэтому то же самое небо и землю вы знаете очень часто подразделяют говорят что мир он делится как бы на вот тонкую материю и грубую материю я с этим категорически не согласен мир не делится ни на тонкую не на грубую материю мир делится на видимый и невидимый это очень важно понять и есть грань между видимым и невидимым миром какая-то . ее пощупать можно только вот вот я прикасаюсь к телу вот это вот соприкосновение теоретическое в микро и даже мире если рассмотреть вот первые там две точечки хоп это есть эта грань вот это вот мы сегодня с вами рассмотрим да вот человек кажется внутри говорят есть душа до двух душа человек внутренней кто говорят да я даже говорю да а как его увидеть смотрите мы когда человек если пополам разрубим я буду прямо говорит да а кастам нет ничего он полностью состоит из материи но при этом я знаю что внутри меня есть невидимый человек вот и поэтому слово внутренне не очень подходит во мне есть два человека видимый причем в полноте я все 3d пространство занимают мои кожи кровь мышцы кости они все пространство это 3d занимают и при этом внутри есть невидимый человек его называют конечно я сам употребляйте слова уж по сути потому что они употребляются в нашем лексиконе частности религиозным да но этот человек просто невидим он с растворен с этим телом поэтому есть на самом деле вот вы знаете не так давно кто знает ученые так называемый до добрались до атома атом русское слово не перене переведенное с греческого переводится как если на русский обратно уже о том греческое слово неделимый то есть все они как бы дошли до точки где они разделили видимый невидимый мир и видимый невидимый мир невидимый оказался просто энергия оказалось что материи просто не существует грубо говоря это момент когда материя или энергия энергия когда летит до невидимое пересекая какую-то грань она становится видимое вот этот вот атом который так и назвали неделимый да то есть все дальше уже материю делили 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 ну взяли вот человека взяли от него кусочек кожи отрезали кусочек кожи стали еще разбирать еще разбирать еще до разбирались до того что разобрали а там нет ничего а там энергия с бешеный бешеный нехорошее слово с невероятной скоростью движимой да попробуйте быстро крутите фонарик вам покажется что это круг да то есть вот материя становится видимой по сути не просто невероятной скорости ну или грубое прохождение вот это вот какой-то вот грани то есть мир делится лишь на видимый и невидимый так сейчас я себе отсюда подвину вот и все как говорят мы с материальным энергия материально вот это вот мысль энергия она невидима ее невозможно пощупать она проходя определенную грань пересекая и становится материальным вот я решил что я решил ну решил сделать что-то мы сродилась прошла сквозь мое тело и я руками это сделал даже вот я захотел вам что-то сказать это же только мысль и благодаря телу языку проходя вот это грань представьте конечно игру я вам специально рассказал до 3d если вы рассматривать нас в объеме мы целиком тело там нету внутри человечка он не живет как в мультиках показывает там в голове какая девочка или дядечка сердце вот туда невидимый человек он точно такой же как ваше тело один в один они просто срастворены это необъяснимо это не понять я у даже пытаюсь что-то это изобразить лишь пытаюсь вокруг пощупать потому что это просто есть как ученые я много раз говорил они ничего не открывают они лишь пытаются описать то что если все очень оказалось просто поэтому мир делится на реально видим и невидимый тот духовный мир как говорят где там ангелы без сада какие-то небеса там еще что-то это тоже видимый мир поэтому я не согласен с этими понимания зачастую мы люди спорим тоже друг с другом в частности те же сам проповедники а порой мы даже просто слова неправильно употребляем и за счет этого за счет вот этих непониманий разности понять или что мы в одни и те же понятия вкладываем разные смыслы мы не можем найти общие языка но тот мир он не невидимый он же тоже видим и в этом сейчас он не видим это тоже отдельная мы сегодня коснемся вопрос вот им что мы просто не видим но вы знаете мы не видим и и дальше соседнего дома все шторка окно заслонил и я уже ничего не вижу это же не говорит что его нету а вот этот реально невидимый мир тут 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 ту ту энергию и просто не видно она лишь появляется пересекая грань вот эту вот видимого которую тоже не описать ее можно только уже с этой стороны грубо говоря даже эта грань она не имеет какую-то какую-то сущность это соприкосновение то есть если математически раз говорить языком то ее просто нету потому что она как здесь где-то начинается здесь она также только заканчивается это невидимый это просто лишь миг это вот они соприкоснулись и это лишь в теории вот это соприкосновение является это гранью но его в принципе как бы не существует иначе его можно пощупать вот то есть одно бесконечно мало другой бесконечно велико потому что только начинается эта мысль другая оканчивается как-то вот материя начинается когда мысль проходит эту грань что же у нас дальше я сейчас вам буду набрасывать такие слайды вот у нас с вами есть у меня такой вот слайд я уже показывал знать в современном мире самый идеальный я считаю пример который можно привести к образу человека хотя лучше человека нету образа чтобы познать бытие бога и самого человека но так уж бог устроил что все очень похоже да и все является проекцией бога и вот те те современные технологии которые создал уже человек опять же по своему образу и подобие он создает по образу богу тоже те же самые современные технологии кто обратит внимание они очень похожи на человека они слышат они видят они издают звуки да какая-нибудь аппаратура мы реально делаем самих себя да и вот я уже приводил к примеру сегодня еще раз покажу то есть в мире очень близки мне по крайней мере близкий образ это мы знаем что есть же символу бог есть свет хотя бог не сам свет это лишь символ его одна из так скажем сущности до один из образов но бог создал свет в той же самой с вами первой главе книги бытия читаем да то есть бог не свет это лишь символ вот вы знаете проектор это идеальный образ ума человеческого вы все были в кинотеатре со сейчас хоть и до сих пор раньше особенно в старых кинотеатрах очень хорошо было видно там это окошечко откуда вот там эти стояли большие проекторы кто туда заходил оттуда летит свет и этот свет мы можем увидеть что он несет и заметьте этот свет несет информацию причем сам свет кто знает мы же не видим в принципе мы видим во свете сам свет он не существует как и белый цвет все прекрасно знают белый цвет бог и святость белизна это всегда у нас ассоциация или или символы бога но белого света нет это радуга кто знает состоящий из всех цветов когда их соединяешь получается белый да то есть это это совокупность всех цветов бог есть совокупность всего любовь есть совокупность всех совершенств свет белый цвет они не имеют ни вида ничего энергия мысля она невидима неосезаема поэтому даже когда этот луч света как называют летит из проектора мы же видим не сам этот луч и даже не свет этот сам свет который не видим и не осязаем и не ощутим он лишь дает свет мы все вокруг него видим потому что он освещает все озаряет все вокруг но сам как таковой свет мы не видим это тоже надо понять от солнца когда исходит свет мы видим все вокруг во свете но мы не видим самого света мы не можем сказать что мы его видим мы видим солнце источник света мы видим на что он попадает что он озаряет во свете что мы видим но сам свет видеть невозможно вот ум очень хороший образ проектор кентя в кинотеатре который очень хороший образ ума из этого ума из этого проектора летит луч света мысль опять же этот проектор это образ отца кто знает я не верю ни в какую троицу я верю в единого бога в троицу как я верю это лишь как сущность бога и что это образ отца и сына и стол духа это лишь символы такие тоже у начала отец как хотите я первый последний омега альфа омега начало и конец вот этот проектор это ум отец начало альфа и прочие прочие все вещи до минус бесконечность как хотите из нее летит мысль из этого ума из этого отца как говорит исходит сын мысль увидеть моим можем когда если не будет этой грани на ее пути мы никогда эту мысль не увидим вот лишь как мы видим в кинотеатре когда этот луч света эта мысль попадает на что заметьте на белый проектор белый невидимый свет попадает на белый по сути невидимый проектор потому что проектор не существует вот лишь на эту грань когда он попадает тогда мы видим изображение мы видим кино фильм мы видим человека именно поэтому все бытие я говорю она все с растворено вот чтобы увидеть что-то мы должны пройти эту грань вот у меня на слайде вы видите я написал как хотите душа или тело душевное душа не совсем правильно душевное тело вот это то есть у него есть грань то есть когда бог сотворил первого человека заметьте человека не адам и не его от человека бесполого существа как бы сейчас это вам не резало ухо это бесполой было существу оно не было ни мужеским ни женским родом когда начинают как я буду прямо говорить извращают что это был уже мужчина это не был мужчиной это был образ и подобие самого бога точно такой же человек вот этот человек чтобы он видим стал да вот это вот грань вот этот вот экран он у нас и есть вот ну я сейчас буду показывать тут будет небольшая путаница я говорю но можете считать что это все таки вот этот вот вот это вот тело пусть тогда она была не смертным нетленным было вечным да вот но оно было почему внутри есть человек эта мысль чтобы она проявилась она нужна ей какая-то грань до чтоб что-то сотворить нужны руки вот как человек что-то сделает если он будет просто духом вот как дух как дух увидит духа дух не видим энергия не видим мысли видимо как другая мысль вот две мысли вот два энергии две личности два существа как они увидят друг друга как он увидит себя как он что-то сделать представьте себя без рук без ног без глаз без ушей да вы есть да вы есть вы существуете вы ощущаете себя вы ничего сделать не можете вы знаете как бы это ни странно казалось казалось то как я всегда говорю что именно иисус есть бог именно он сотворил всю вселенную в послании к евреям приписываем апостолу павла но не факт что это апостол павел описал потому что никто этого доказать не может я вам рекомендую почитать кто никогда не читал хотя бы первую главу мы и даже целиком сегодня читать не будем бог многократно говоришь и говоривший издревле отцам в пророках в последние дни эти говорил нам в сыне которого поставил наследником всего он его вроде бы ставит наследником а в то же время через которого и веки сотворил ну или века хотите ли это слово ну до нас сюда дошло там в гречески что-то в еврейском веке через которую и вечность сотворил там и вечность есть перевод и по-разному переводит давайте еще раз прочитаем это самые вот важные слова их в принципе совсем немного которые есть это вот хотя бы я вам рекомендую но я рекомендую прочесть целиком конечно же хотя бы первую главу бог многократно и многообразно говоривший вот отцам в пророках в последние дни эти говорил нам в сыне которого поставил наследником но вот представим середина до что господь явился на землю казалось бы он в это время кто-то горит это иисус это сотворенный это там сын божий кто там и начинает вот это все единородный не единородный хорошо когда он был он существовал когда-нибудь во плоти почему иисус потом о себе будет говорить что авраам уже видел его и возрадовался как он мог видеть его а он а автор послания к евреям говорит которого поставил наследник всего через которого и вечность или хотите вселенную мироздание сотворил который этот сын будучи сияние славы как можно быть сиянием славы потому что он есть внешний вид бога который будучи сияние славы и образ сущности его то есть образ отпечаток или видимость сущности его как хотите здесь вот это тоже слово образ там у как только не переводит с греческого с еврейского то есть у меня есть что-то невидимое внутри и вот я этот видимый мир я этот экран как хотите домашнего кинотеатра да то есть он сущность вот этого света он и есть его белое полотно вот заметьте не зря белой одежды все время вот именно как этот в кинотеатрах этот экран про это называется он белый всегда вы ничего на черном не увидите ведь только на белом на который попадает свет и вот он является видимой этой этой сущности его держа все словом силы своей совершил собой очищение грехов наших и воссел справа престола величину статья будь будучи столько превосходнее ангелов сколько славнейший перед ним наследовал имя ибо кто кому он конечно вот тут автор послание он перекликает знаете и такой детский язык и взрослый уже казалось бы он говорит что иисус и есть он и тут же все время говорит об отце я как всегда вижу в этом что нам всегда оставлена свобода выбора как то считать почему здесь такие три иллюстрации добавил я говорю вот посмотрите на эту на первую да здесь иисус таким более-менее уже постаревшим выглядит я не зря как случайно нашел такую картинку она мне очень понравилось почему я говорю слышите вам не нравится молодой иисус но возьмите вот такую вот картинку здесь вроде бы и не ветхий днями и не прям отец небесный и вроде бы не иисус ну чем вам не подходит вот ну плюс конечно здесь по смыслу чтения все это добавил до на престоле посадил но вы знаете я вот хочу вам сказать что вот это вот иллюстрация она действительно истина и абсолютно убежден что иисус вот как хотите своими руками все творил потому что как бог что сделает невидимый дух если ему нечем делать вот вам сейчас кажется что я может быть многим говорю детский бред но это именно так потому что мы с вами люди сотворены по образу и подобию бога если мы будем летать во вселенной невидимыми духами мы такими и были всегда в его сознании если он такой то и мы такие но все именно это вы знаете это кажется бредом только потому что мы сейчас мат и смотрим на себя хотя человек на такие нереальные вещи способен мы видим как мы там и космос покоряем да и глубины земли и моря и и чего угодно да и науку и в макро мир смотрим вот и все это познаем и и в микро мир лезем в невидимы казалось бы кто видел витамины аминокислоты но нам все рассказывают что-то все есть это все работает и вы знаете как бы ты сейчас не казалось бредом мы просто не знаем кто мы такие мы пока не знаем что на что мы способны когда придет откровение детей божих когда мы будем святой и когда действительно бог нам даст власть творить все что мы захочем когда когда мы определимся между добром и злом когда мы это сделаем когда мы самоопределимся и станем святыми бог все нам даст мы сможем возможно свариться творить свои маленькие миры точно так же как мы в этой земле творим мы творим свой маленький мир создавая семью мы творим свой маленький мир в своем жилище мы творим свой маленький мир ребеночек где-то в своей комнате мужчина или женщина творить свой маленький мир в гараже или в В какой-нибудь мастерской, там швейной или художественной. Мы везде творим мир. И сейчас мы, если пытаемся из всего вот этого творить. И заметьте, нам для этого нужны руки, ноги, глаза, уши. Точно так же мы будем творить в будущем. Просто мы не представляем этих возможностей. Да, возможно, мы будем волшебной палочкой махать, и все это будет появляться. Но это будет именно так. Иисус существовал всегда. Это Бог. Он видим и невидим. Точно так же, как и мы. И то, что мы сейчас внутри вечности, вот это временно, во временном, в пространственном временном измерении находимся. Это лишь внутри вечности, вот такой вот кусочек в бесконечности. Вот и все. Когда все это раскроется, мы, может, и понятия эти потеряем. О времени даже, о том же самом. Давайте дальше посмотрим. Слайды. То есть, тут понятно, да, я надеюсь. Мысль выходит, она бы никогда не появилась, ее бы никогда не было видно, если бы не было вот этого вот, вот этой вот грани. Вот этого вот, его называют, его проще называть, конечно же, телом. По поводу мысли. Вот эти тоже смешанные понятия. Бог есть дух. И тут же есть отец, сын и святой дух. Мы сейчас с вами к этому дойдем. Может быть, даже это не здесь говорить или здесь. Нет, давайте здесь все-таки поговорим. Что такое мысль? Ум сам по себе. Вот он у меня на экране у вас белым цветом. Ну, белым шрифтом, да. Ум, отец, начало. И вы видите, два человечка. Кстати, ну, я и не зря их так нарисовал. Давайте, в принципе, вы знаете, еще давайте поговорим. Тогда сейчас я кое-что не так. Вот так я включу. По поводу того тела, которого смертного нам Господь нас одел после грехопадения. Это то же самое тело. Вы знаете, разделить вот это вот тело бессмертное от смертного, его практически тоже бесполезно, когда оно живо. Понятно, когда мы умираем, это тело, так скажем, отходит, остается только тело душевное или духовное, как хотите. Эти понятия, я говорю, кто-то в них, может быть, что-то вкладывает, только поэтому мы недопонимаем. Смысл один. Это то же тело. И, по сути, то, что Господь нас еще одел. Вы знаете, когда мы идем в одежде, по сути, это стало частью нашего тела. Да, оно уже так же близко. Даже вот это смертное тело и одежда разделить от тела душевного, тела смерти, практически бесполезно. И более того, они одинаковые функции выполняют. Единственная разница между ними – это смертность. Это смертность и тленность. И единственное, что возможно, когда я всем говорил, вот что было в раю, да, почему говорят, что даже мысли человеческие, почему когда Адам согрешил, он был наг сначала, Адам с Евой согрешили, вначале говорил, что они были наги и не стыдились, а потом согрешили и устыдились наготы своей, да. И в откровении так Господь и говорит, очисти себя, чтобы не обличилась срамота наготы твоей, да. То есть нагота может быть светлой, а может быть нет. Вот, то есть, конечно же, тело душевное, духовное, которое есть, облекает нашу сущность, да. Вы знаете, на нем, возможно, в будущем будут показываться даже наши мысли, как я вот этот всем проектор рисую, да. То есть все, что у нас в голове, по сути, будет проецироваться на наше тело. Вот, ну, грубо говоря, понятно, это мы не ходящие, может быть, кинофильмы будут. Вот, это как-то будет видно, возможно. Я говорю, та же самая доброта, она может иметь благоухание. То же самое терпение человека может иметь твердый скелет, да. Мы же видим человека спортивного, сильного и так далее, да. Вот, и в любом случае, как бы это ни было, что в этом мире, что даже в будущем, в принципе, мы видим человека только по его делам. Вот, не зря у вас на картинке два человека, да. Каждый в своем домике, вы помните, Павел называл тело человеческое хижиной. Это хижина, дом земной разрушится. Тогда каждый будет получать достойное по делам своим, что он делал на этой земле, живя в этом теле, доброе или худое. Вот, вы знаете, у этого, и вот что касается тела, у функции тела, вот этой грани, которую мы с вами рисовали, неважно, зелененькая она вот эта вот, или красная здесь будет. Но вы понимаете, она зелененькая должна была тогда в виде дома нарисованного, но я рисую проект, чтобы вы просто мысль не забыли. Вот, вот это вот, давайте я вам сейчас другой еще теперь слайд покажу. Это я вот ту же мысль, слайд сейчас начинается, которую я вам говорил, то есть если человек будет просто духом невидимым, ничего никто не увидит. Именно вот эта вот грань и дает нам, вот таким был создан Адам, первый человек. И потом, после грехопадения, Господь, так скажем, еще облег, или грубо говоря, она снаружи задеревенела, да, это тело смерти, тело греха. Вот это вот тело, неважно, какое, вот это зелененькое у вас на экране, первичное тело у человека, которое будет по воскресенье. Вот это вот красное, как я его очертываю, не зря вы видите, оно вот тут у меня, ну так я его раздвинул, оно как будто соприкасается, вы знаете, это как будто вот так вот срочные вещи. Это тело, помимо природы своей, вот красненькое, в частности, смертности, а зеленое такого не имеет, но у него есть функция. О том, о чем я сейчас буду с вами говорить, вы удивитесь, вы такого, я думаю, что никогда не слышали. Ну, может быть, это и есть в каких-то учениях, но опять же, я говорю, вот с такой подачей, как я, вряд ли вы где-то такой найдете. Вот это вот тело имеет огромную функцию. Помимо того, что это просто есть, да, это понятно, и помимо того, что это и есть то, что мы друг с другом можем взаимодействовать, проходя эту грань, мы можем взаимодействовать друг с другом. Потому что, если бы я говорю, мы были просто вот такими вот невидимыми, мы бы никак друг с дружкой взаимодействовать не могли. Только благодаря тому, что есть эти тела, есть тело, мы и друг с другом точно так же взаимодействуем. И в чем суть этих, вообще, тела? Тело – это чувство. Вот вы знаете, каждая мысль, которая у меня рождается, вот здесь то же самое я нарисовал, да, вы видите там, можно сказать, ум, вот этот проектор у вас, и посылается мысль, да. Вот ум сам по себе, он ни плох, ни хорош, он просто есть им. Почему Иисус сказал, что Отец не судит никого? Отец реально никого не судит. Бог, ум, он вообще никого не судит. Ум просто рождает мысли этого природы. Да, это нераздельная сущность от мысли и от чувства. Ум рождает мысли. Вот я сижу и думаю, так, взять нож. Во-первых, не зря кто знает, вот именно я никогда не употребляю слово «совесть». Есть умное сердце, об этом все писание написано. Это ум, рождающий мысль. Помышление сердца, это просто красная нитка, все писание прослежено этими фразами в разных склонениях. Помышление сердца. И сказал в сердце, помышление сердца, помышляя в сердце, да, и вложил мысли в сердца их. То есть умное сердце есть. Что это такое? Ум, рождающий мысль, помыслы сердца, есть одно слово, очень хорошее, дать этому определению, этим двум словам, чтобы срастить их. Это желание. Пожелание, как хотите. Но если вы задумаетесь сейчас, когда я вам это скажу на секундочку, что любая ваша мысль, она имеет конечную цель, и эта цель, я что-то хочу сделать. Именно поэтому, кто знает, я терпеть не могу. Это протестантское учение ужасное о спасении по вере. От того, что я во что-то верю, мыслю, это ничего, это не делает меня хорошим или плохим. Просто рассмышляя, сижу, я ничего. Мысль человека, это всегда действие. Вы задумайтесь, что вы все время думаете. Встать, поесть, сходить, нажать, включить, посмотреть, почитать, подойти к ребенку. Потому что любая мысль, это действие. Выполнить ты можешь только если есть грань. Если ты обладаешь этой гранью, через эту грань проходит, и ты есть им просто. И есть мир вокруг нас. Но сама по себе мысль, мысль, рождающаяся из ума, у нее есть конечная цель. И это действие. Вот это вот пожелание, то есть сама по себе мысль, она инертна. Я хочу взять нож. Ну хорошо, бери. Я беру. Что я сделал? Хорошо или плохо? Непонятно. Какая цель этой мысли? Я могу взять ножик, чтобы отрезать булочку и положить сверху огурчик, помидорчик, салатик и собрать ребенку этот прекрасный гамбургер веганский в школу. А могу убить соседа. Вот конечная цель этой мысли. Мысль сама по себе, она ничего не значит. Она не плохая, не хорошая. Она просто есть. Ум просто есть. Мысль просто есть. И не зря говорят, что Дух Святой, Бог, это Отец, Сын и Дух Святой. А вот какой Дух? Что такое Дух? Это конечная цель этой мысли. Можно сказать, во что она... Вы знаете, вот когда она летит, стрелка, я говорю себе, я еще видео-монтаж умел какой-нибудь красивый делать, да? Во что она обличена? Давайте я попробую прям вам вот здесь где-нибудь нарисовать. Если у меня это получится. Вот так вот, фон черный. То есть, вот она мысль, когда летит. Вот он наш ум. И летит мысль. Это что ее, так скажем, облекает? Она летит, она обволакивается. Знаете, как какой-нибудь этот астероид летит, показан вокруг него такая. Вот какая его цель? Что он несет на себе? Как говорит, какой Дух? Мысль этого человека, да? Почему, говорит, ты не знаете какого Духа? То есть, что... Но опять же, Дух, да? И Бог есть Дух, по идее. И ум это тоже Дух, да? Вот. Так и мысль Дух. Вот тут поэтому такая... Тавтология получается. На самом деле, какая... Какая вот эта стрелка? Какая она? Злая, то есть красная? Или она желтая, то есть светлая? Какая эта мысль? А какая у нее конечная цель? Это очень важно, вот это вот понять. Кажется, я сегодня говорю банальные вещи, но поверьте мне, вы еще не такое услышите. Сейчас мы к этому доберемся. Я просто люблю все от начала до конца показывать, чтобы у всех все разложилось. Так, это мы с вами уберем, чтобы у меня... И давайте посмотрим еще один слайд. Его я назвал... Так, секундочку. Ну и вот следующий слайд. Его я назвал алгоритм обучения познанию добра и зла. Это мы теперь рассмотрим, что же сделал у нас Адам с Евой, как согрешили первые люди. У нас есть человек у вас на экране. Есть древо познания добра и зла, так называемое. Что происходило? Попробуем это рассмотреть вот на таких схематических слайдах. Ну, как я вам сказал, да, вот мы с вами видим в человеке внутри. Я говорю, есть срастворенный, поэтому я хоть здесь и ум-дух написал, по сути, весь вот этот серенький человек. Это и есть этот невидимый человек. И он не хорош, не плох. Он пока никто. Вот Бог сотворил первого человека. Он серый. Он его дал. Ну, здесь красное можно убрать, но неважно, пусть будет и красное тело, могу убрать. Неважно, сейчас смотрите на желтенькое, красненькое тело, как на... Ну, можно было по историю смотреть. Я говорю, мы сейчас, конечно, обращаемся и к третьей главе книги «Бытия» о грехопадении человека. Но дело сейчас даже не в этом. Как я вам сказал, у зеленого и красного тела одна и та же функция. Это чувство. Вот эта вот грань, вот эта грань, когда мысль, когда невидимая энергия проходит, грань между видимым и невидимым миром, это грань чувственная. Именно здесь вот эта вот грань, невидимая точно так же, это и есть, хотите, сердце, хотите, чувство. Именно это, проходя через нее, она как будто сталкивается с ней и испытывает какие-то чувства. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Вот человек внутренний, невидимый. Ум, дух, нус, личность, я, да? У меня есть ум. Я это еще не ум. Я это выше. Не зря вот на этих слайдах, если вы обратили внимание, у меня все-таки ум и человек, это разделенные вещи. Есть ум, как природа, и есть я. Вот это вот я, личность, это еще не ум. Ум всегда над этим, над всем. Помышления моего сердца, то есть мои пожелания, это еще не я. Они просто всегда рождаются во мне. Это надо тоже понять, сейчас мы до этого дойдем. Продолжаем этот слайд. Ум. Он родил мысль, как мы с вами уже поговорили, да? Взять нож. Это мысль. Она просто. Она пока не горячая, не холодная. Она теплая. Она серая. Она не делает меня святым или грешным. Естественно, я говорю, эти мысли все превращаются в какое-то дело. Я что-то делаю. У меня есть желание. Помыслы сердца – это желание, одним словом. Предполагаем, что я делаю какое-то доброе дело. Ну, какое. Ну, погладил собачку. Поцеловал ребенка. Или поцеловал женщину или мужчину, как хотите. Ну, это добрым делом не назовешь. Ну, пусть я что-то сделал. Покормил хорошо кого-то. Жену, мужа, родителей, детей. Я же сделал доброе дело. Я получил что? Наслаждение. Радость. Я говорю, взял, нарезал веганский бутербродик своему ребенку в школу. Я могу убить соседа. Я причинил боль. Почему я сам при делу недоброго дела получил наслаждение, радость? Потому что этот человек обрадовался, получил радость и наслаждение. Он-то поел, он получил удовольствие, радость, наслаждение. И я вместе с ним от того, что я это сделал, тоже порадовался. Я причинил боль и страдание человека. Убил его. А может быть, просто мучил, даже не убил. Просто мучил, пошел и стал его пытать. Взял паяльник и стал в него тыкать. Я делаю зло. Я причиняю боль человеку. Я дарю ему не радость и наслаждение, а причиняю боль. То есть я делаю злое дело. Что я делаю? Сам страдаю. Вот то, что я сейчас буду говорить на следующем слайде, как я вам говорил. Ну, точнее, на этом слайде, да. Пока на сегодня все. По поводу игры. Дальше мы перейдем. Это, я говорю, вам будет понятен тот ролик, который я буду следующее записывать об искусственном интеллекте. Этот я не зря так и назвал алгоритм обучения добра и зла. Вот вы не заметили, что я сколько слайдов вам показал и говорю о природе бытия. Я ни разу не сказал о совести. Вот где она, совесть, в этом месте? Вот в этом вот человеке. А где голос Божий? Ведь мы же видим с вами, что Бог говорил с человеком с первым. Он, кстати, когда с ним говорил, он еще не был на Адама с Евой, на мужчину и женщину разделен. Бог говорит с человеком. Он не в нем. Он говорит ему. Мы видим, как он говорит потом с убийцей, который идет убивать, с Каином. Мы видим, как Бог говорит со всеми людьми внешне. Мы видим, как Иисус, Бог явившийся во плоти, говорит с людьми внешне. Мы видим, что люди с нами говорят, и мы слышим их этими ушами. Ну, вот этого тела. Мы понимаем, что когда вот этот, как его называют, я говорю, ну это не так. Вот этот тонкий мир, а он такой же видимый. Мы тоже бесов слышим просто таким, вот как я говорю, вот этим зелененьким телом. Красненьким мы слышим людей, зелененьким мы слышим Бога и бесов или ангелов. Вы знаете, человек это, это пустая, это вот говорят пустая флешка. Я немножко не согласен. Это такой же киборг или терминатор. У нас есть, вы сейчас поймете, о чем я говорю, когда вы обратите, вспомните себя с детства. И у кого есть дети, особенно, меня вообще поймут идеально. То, что себя-то мы забываем в детстве и не видим. Мы не видим себя со стороны в год, в два, в три. Вот кто меня сейчас слушает, посмотрите на своих детей, которые у вас рождаются. Вспомните, как они у вас рождались и как вы их воспитывали. Оказывается, алгоритм очень простой. Давайте еще раз посмотрим на каком-то добром деле. У меня родилась мысль поцеловать ребенка, ну, жену пусть. У мужа возникло желание поцеловать жену. Он ее целует, он ей доставляет тактильное, целует ее в щечку пусть даже, доставляет ей наслаждение. Почему? Потому что вот это вот тело способно переживать чувства. Ум сам по себе ничего не переживает. Мысль, она просто есть, как и ум. И вот лишь проходя грань, когда я пожелал и добился желаемого, вот эта вот тонкая грань невидимая, как я вам ее много раз показывал. Не зря я здесь и рисовал на своих слайдах, вот на этом. Это и есть ощущение. Я говорю, хотите чувства. Я сам, во-первых, получил удовольствие, да? Потому что я же тоже тактильно прикоснулся к этому человеку. Мои рецепторы тоже что-то испытали. Я тоже получил радость. Этот человек, которому я достал радость, в ответ может поцеловать меня, и я теперь уже другую радость испытал. Я понял. Какой? Смотрите, я сделал, представьте сейчас на секундочку, что вы младенец, который только открыл глаза, вы только вылупились из яйца. Вы еще не... Вот то, что я сейчас говорю, представьте, что мы с вами говорим о том, что вы никогда еще не существовали. Вы только... Если вы действительно в младенстве еще не понимаете даже сути бытия, то сейчас, во взрослом возрасте, вы уже все понимаете. Вот закройте на секундочку глаза и представьте, что вы ничего не знаете в этой жизни. И погрузитесь в то, что я вам говорю. Вы чистая флешка. Вы еще не знаете добра и зла. Вы никогда его не испытывали. Это ваша первая родившаяся в жизни мысль. Поцеловать другого человека. Вот вы два вылупились из яйца. Вот Адам к Еве пришел или Ева к Адаму, неважно. И у него, увидя ее, возникла мысль. Обнять ее. Хотите кому-то поцеловать не нравится. Она пока... Или он стоит вот так, руки по швам. Он подходит ее, обнимает. Он ей делает доброе дело. Она испытывает радость. Потому что объятия, нежные прикосновения, они дарят наслаждение. Грубое прикосновение причиняет боль. Второй вариант. Он подходит и бьет ее. Или она его. Он причиняет ей боль и страдания. Она в ответ бьет ему. А в другом варианте она в ответ... Он ее обнял. И у нее поднимаются руки. И она его, как мы все делаем, обнимает. И дарит точно такое же наслаждение. Это первый круг, заметьте. Это очень важно сейчас понять. Это важно в это погрузиться. Вы еще никто. Вы еще ничего не знаете. У вас первая мысль родилась в жизни. И вы ее осуществили. И рассматриваем два варианта мысли. Плохая и хорошая. Мысль ударить и мысль поцеловать. Удар причинил боль тому человеку страдания. Вы увидели эти страдания глазами. Услышали ушами. Человек заплакал, закричал. Увидели глазами его слезы. Его искореженное лицо. Почувствовали это. Увидели. Я говорю, кровь, насилие, все что угодно. И он еще вам в ответ вдарил. И вы испытали тоже боль. Именно благодаря этому телу. Что записалось в алгоритме вашего... Не ума, вот этого духа. А именно в алгоритме вот этого вот... Ну хотите здесь, вот он у меня просто... Видите, слайды тяжело делать. Каждый надо дорабатывать. Вот здесь у меня... Вот этот желтенький человек. Я не зря второго человека, видите, он такой полумутный. Я хотел его там сделать не серым. Можно его сделать полукрасным, да. То есть это... Мы все люди разные. И здесь я тоже не могу вам просто так брать. И вот цветность. Я говорю, я еще обладал навыками супер видеомонтажа какого-нибудь. Вы знаете, вот смотря, что я сделал первый раз. Вот в уме именно... Вот именно я вот здесь есть. Как я всегда говорил, есть я, личность. Я говорю, мы просто путаем слова. Мы дух применяем. Ой, дух же что-то самое высокое в человеке. Но тут же, говорит, и дух, и ум, и отец дух, и сын дух. Поэтому я не знаю. Я пытаюсь тоже какими-то разными словами... И в каждое вкладываю свое понятие, чтобы вы меня поняли. Это я. Это вот самый верх, как я говорю. Тот, кто над всем этим. Над моим умным сердцем. Над моими помыслами моего сердца. Над моими желаниями. Когда вот этот вот круг... Сейчас я открою. Так. Чтобы рисовать. Когда мысль прошла вот этот... Так, так, не получится рисовать. Ну ладно, ну так. Она прошла вот этот круг, кому-то причинила боль, или страдание, или радость, и вернулась ко мне. Вот у этого меня, я, личность, я получил первый опыт добра и зла. Вот этот вот я. Я получил этот опыт впервые. Опыт добра и зла. И этот я осознал его. Это алгоритм записания меня. Вот это вот добра и зла, познание добра и зла. Почему Господь говорил, не вкушай зла? Не вкушай древо познания добра и зла. Многие люди исказили эти, к сожалению, вот из-за такой... Ну, я говорю, у кого-то это искреннее заблуждение, я их не сужу. Кто, конечно, правда что-то искажает, это да. Я, конечно, уверен, что 99% просто не понимают истины и не знают ее. Но многие, конечно, и не хотят знать, это я согласен. Почему Господь сказал, не вкушайте с древа познания добра и зла? Многие уже со второй главы считают, что в книге Бытия описан дьявол. Что Бог там сотворил вроде бы, а потом все это дьявол там творит вот этого человека, этих людей. Это заблуждение. Древо, вот это вот познание добра и зла, почему не вкушать? Что такое вкушение? Прикасаться можно. Прикасаться нужно. Бог не то, что не запрещал. Почему Ева сама тоже обманулась и прибавила, сказала, что Бог нам сказал не то, что не вкушать, даже не прикасаться. Бог этого не говорил. Мы, естественно, так как мы серые, мы еще никто. Жизнь в этой мы опытом проходим познание добра и зла. И нам для этого не нужны ни книжки, ни Библии, ни Кораны, ни Веды. Ничего не надо. Человеку, чтобы познание добра и зла, нужен он просто. И кто? Помощник. Именно поэтому Бог одному человеку создал другого. Помощник для познания себя, добра и зла, радости и боли, страданий и удовольствий. Вот и все. И мне для этого ничего не нужно. У меня все есть. Есть я. Причем полный. Начиная от этого я верхнего, заканчивая этой конечной гранью, которая я. Через которую проходят наши мысли. Они, во-первых, воплощавшись, они обратно, проходя, они как-то мне эти мысли, мои дела потом вернутся. Они мне доставляют боль или радость, возвращаясь ко мне бумерангом. Вот и все. Вот вам весь алгоритм обучения познания добра. Почему я всем, вы знаете, прекрасно говорю, что такое грех? Есть только одно понятие греха. Это боль ближнего, страдания живых существ на земле. Все. Нету больше никакого греха. Один есть грех. Боль и страдания ближнего. Поэтому вам никакая... Вы знаете, вот эту мудрость, которую я вам сейчас открыл, вы познали истину. Вам больше никто не нужен. Вам не нужны никакие писания, ни бумажки, ни писания Ветхого Завета, если брать библейские книги. Ни нового даже вы дойдете до того. Вам не нужны будет никто. Вы просто перестанете причинять людям и живым существам зло. И будете делать им добро, потому что будете сами от этого кайфовать. Испытывайте радость. Вы обняли собачку, пригладили ее на улице, а она к вам. И вы все, и вы все счастливы. Вы будете творить только добро. Вы больше никогда не причините никому зла. Вы познаете Бога. Почему? Потому что познали истину. И всякий делающих грех, раб есть греха. Ведь вырывают эти слова Иисуса, думают, что это познание каких-то умовых истин. И познаете истину, истина сделает вас свободных. Только Иисус, если уж говорить библейским текстовым языком, через два стиха говорит... Они говорят, мы не были рабами, никто никому никогда как-то говорит, что мы рабы. А Он говорит, всякий делающий грех, зло, причиняющий ближнему, раб есть греха. И человек несвободен, человек вне истины. Только делающий добро человек в истине и свободен, и счастлив, и блажен. Вот и все. Что же происходит дальше? Почему Господь сказал не вкушать? Вы знаете, если человек в этой жизни впервые совершает какое-то зло, оно простительное ему. Он лишь проходит школу обучения, назидания. Он познает, что такое добро, а что такое зло. Вот этот вот слайд, который я вам показывал, именно когда человек получил вот эти вот знания, вот теперь он стоит перед выбором. Человек наделен по образу и подобию Бога свободой. Вот теперь я свою мысль уже облекаю в духе. Сделаю ли я это второй раз? Если я больше так никогда не сделаю, я ударил человека. Вот Адам с Евой, они еще не знали, что это такое. Они видят друг друга впервые. Бог разделяет одного человека на двух. Они смотрят друг на друга. Они даже не знают, что сделать. Они понимают, они даже не знают своего тела, что это такое. Может быть сначала они друг друга начинают трогать. Так, вроде хорошо. Да, там он ее, она его. Потом бац, он решает, а если вот так вот сделать? Первый раз это не грех. Человек только получил опытный я. Если ум это теория, то вот этот я, дух, личность, алгоритм, так скажем, анализатор, который стоит, процессор, как хотите, который стоит в компьютере. Сейчас как раз более сложные вот эти вот проекторные установки, кинотеатр, аль там есть именно процессор. Вот тот, кто обрабатывает эти данные, вот это вот я. Что такое вкусить грех? Не вкушать древо познания. Они говорят, ой, вот, это сатана потом освободил, я кид только вот эти всякие эзотерические учения. Это сатана, хорошо, что вот сатана разрешил, это он, Люцифер, это он, ангел свет, дал людям познание добра и зла, позволил им вкусить, а бог сатана не давал. Господи, да какая чушь. Вкушать, вкушать, значит принять в себя, съесть. Да, стать частью этого. Вот если этот человек сделает уже это второй раз, значит он это вкусил, потому что он плюнул, он это съел и опять сделал. Если этот человек, получив эти знания в себя, отверг их и больше никогда такого не сделал, он и не вкусил. Господь разрешил трогать, да, это Бог насадил древо жизни, вечность и древо познания добра и зла. Он сказал, не вкушай. Потрогав, да, попробовав, причинив эту боль человеку, больше никогда так не делай. Это очень важно понять. Вот он алгоритм записи человека. И вот с этого момента, теперь я вам покажу, опять вернемся к этому слайду. Вот с этого момента, ну я говорю, я не могу вам так нарастанием показывать. Вот этот вот цикл человеческих жизней, человек каждую секунду что-то рождает, какая-то мысль в уме его, она воплощается в реальность. Именно с этого времени этот человек внутренний становится либо светлым, либо темным. Ну здесь я говорю, я вот вам не могу так, знаете, чуть-чуть, чтобы желтый нарастал. Я вот не зря, говорю, на тех слайдах показывал чуть-чуть желтенький, да. Каждая-то мысль, вот я познал первый оборот. Что я принял решение, никогда так не делай и делаю противоположное. Больше я никогда ее не ударю, я буду всегда ее только гладить. Я начинаю светлеть. В свою копилочку я все желтею, желтею. И Господь сказал, нам дана власть, ну это его апостол сказал, Иисус говорил по-другому. Но я сейчас скажу словами апостола Иоанна Богослова. Нам дана власть не просто называться детьми Божьими, вот то, что мы сегодня с вами познали, это только теория, но и быть. Это очень важно. Нам дана такая власть, воспользуемся ли мы ей. Мы образ и подобие. Иоанн Богослов ничего нового не сказал, как он, ну он не зря Богослов назван всегда к этим первым главам, куда я отсылаю. У него всегда и параллели этих образов, на самом деле, кто их видит, к кому они открыты. Он ничего нового не сказал, как только то, что человек создан по образу и подобию Бога. И чтобы дать этому какое-то высшее понятие, у нас в христианстве, в религиях есть такое понятие, как рождение от Бога, что мы дети его. Но по сути это вообще не важно. Я говорю, все эти понятия, рождение, сотворение, это все очень близко. Это все лишь в начальном этапе нам что-то говорят, как мы детям что-то объясняем. Вот и все. Вот вам вся истина, которую я сегодня хотел рассказать. Это, во-первых, чтобы вы просто поняли в этой жизни. Вы знаете, вот та же самая любовь к животным, кто знает, я проповедую, естественно, не убийство животных, не в угоду своему чреву, не как угодно. Не все эти зоопарки, цирки, любой насилие, неважно над кем и как. Для этого вам не нужны книжки. Если вы ссылаетесь на какие-то книжки, где грешили люди, где кто-то назвал это святостью, вы не познали истину. Истина вот здесь она. Вы когда своих детей воспитываете в год, в два, три, я всем всегда эти образы привожу в пример. Вы на какие книжки ссылаетесь? Вы когда в три года ваш ребеночек берет палку или камень и бросает в собаку или в какое-то животное? Вы когда говорите, не вздумай так делать больше, я тебе надеру задницу. Вы к каким книжкам обращаетесь? Вы говорите, не делай так. И все. Это плохо. Ей больно, вы говорите, заметьте. Ей больно. Вот и все. К сожалению, люди ушли в такие дебри. Просто в невероятные. Вот и все. Вот оно на алгоритм обучения. Добра и зла. Поэтому, вы знаете, своих детей надо воспитывать тоже с мудростью. Некоторые вещи надо позволять. Особенность мы видим. Понятно, есть вещь, грань смерти. Вы не можете позволить ребенку. Он идет, идет, идет. Дом обрывается, и он сейчас с него упадет, да? Ну, разобьешься, да. Но если уж он совсем что-то, какую-то глупость делает, и вы понимаете, это будет не смертельно, пусть он шишки, как говорят, себе набьет. Но не понимает человек по-другому. Почему так не делать? Именно вот это вот тело, когда обратно мысль, воплотившись, ставшись делом, вернулась, проходя эту грань, она возвращается мне, либо с радостью, наслаждением, либо с болью и скорбями. Вот это и есть тело, это и есть чувство. Я говорю, то, что я буду в будущем ролике говорить об искусственном интеллекте, о терминаторах, вы поймете, только послушав этот ролик. Ну, заранее могу сказать, мы от этого очень далеко. Мы лишь создаем ум. Он никогда на нас не восстанет, если у него не будет, так скажем, самой природы, способной познавать добро и зло. У нас, у человеков, есть все, у животных, у живого существа. Почему компьютер, вот она, железка сейчас передо мной, почему ее нельзя назвать живой? Она неполноценна. У нас есть все, у нас есть дух, ум, не буду его духом называть, ум, начало. Есть мысль, есть возможность реализоваться, получить через чувство, понять, что я сделал, хорошо или плохо, через боль или радость, или наслаждение. Радость не очень хорошая, я именно испытываю или боль, или наслаждение. Ощущение – это чувство, сердце, как он называет, тело. Ну, сердце – это желание, да, а вот чувство – это именно тело. Поэтому у нас есть ум, мысль, сердце, то есть желание и чувство. Если мы создадим что-то такое же, ну, пока это каждая женщина может родить такое существо, это человек называется, я вот в будущем просто скажу, если мы такого робота, пока мы робота создадим, тогда да, но мы не создаем такого, мы создаем только одно – ум, все. Там даже мыслей нету, он не мыслит сам, он ничего не рождает, он выдает аналитические данные, это не мышление, это алгоритмы, которые задал ему человек. Наверное, сегодня не будем, а то мы… Ролик, кстати, я думал, большой получит, сейчас нормально для меня, это норма. Вот, а на этом, я надеюсь, вы сегодня все поняли. Тоже очень важно опять поговорить о человеке, о сущности бытия. Это очень важно. Потому что мы сегодня с вами все захватили, и сущности, и бытие, и грех. Грех только один – это боль и страдания ближнего. Ты самообучаешься. И вот ты вот этот, это ты тот анализатор. Бог все это придумал, весь этот горит, и то он придумал, он просто есть им такой. Бог знает, что такое зло. Он, может сказать, его чувства, он, может сказать, стал тоже когда-то Богом. Но только, я говорю, нам эти пока слова непонятны, потому, почему. Ну, потому что мы живем, я говорю, в пространственно-временном измерении. На этом у меня, в принципе, все. Я не хочу больше занимать ваше время. Надеюсь, этот ролик был вам полезен, назидателен, что-то еще у вас сформировалось. Вы понимаете, как жить, как становиться святыми. Это творить добро. Реально. А закончить я хочу, не знаю, поверить или нет, как раз тем же самым удивительным посланием к евреям. Вот то, что мы с вами почитали в первой главе. Давайте почитаем с пятой. Это очень известный момент. Я очень часто его тоже цитирую. Оно, казалось бы, об учителях. Но обратите внимание на эти стихи. Еще раз вы, может быть, никогда на них не обращали внимания. Давайте, знаете, с какого было почитаем. С одиннадцатого стиха обязательно. Вот мы с вами сейчас сами прочитаем. А вы еще вдумайтесь после моего ролика. Об этом, вы помните, надлежало нам говорить много. Вот и мне, да? Но трудно истолковать, потому что вы сделались, не способны слушать. Ибо, судя по времени, я очень люблю эти места в послании к евреям. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Чем мы с вами, к сожалению, я не знаю, сегодня и занимаемся. Вот эти вот начатки, азы. Я говорю, вы знаете, с людьми стало просто очень тяжело общаться. Люди не понимают элементарных вещей. Ссылаются на Писание даже на все зло. Истина, она в тебе. Она в тебе. Ты любой поступок в жизни можешь рассмотреть через призму любви. Ты истину найти элементарно. Ибо всякий... Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ибо всякий, делающий грех, раб есть греха. То есть, грешащий не в истине. Он раб. Значит, я когда грешу, я не в истине. А что такое грех? А грех ты можешь только определить через боль. Через боль. И наоборот, блаженство, благо ты можешь определить через радость, удовольствие, наслаждение. Ты когда сделал, какой поступок это принесло? Какую дало это пользу? И теперь внимательно обращаю внимание. Почему я говорю, мне, конечно, хочется, чтобы вы все уже были учителями. И по времени давно бы пора. Людей, которых я много лично знаю. А мы все еще молочком. Молочком, он говорит, грудным питаемся материнским. Вот сравните это с реальным миром. Значит, младенцы вообще. Всякий, питающийся молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища, свойственно совершенным, обративающая внимание на последние слова, что говорит автор этого чудного, я бы сказал, послания. У которых чувство, навыком, опытом, тут переводить как хотите, это нам конкретно синодальный перевод. У нас есть разные синонимичные слова. У которого чувство, чувство, обратите внимание, не желание, не сердце, а чувство. То есть он через тело, навыком, опытом приучен, уже человек, его внутренний, ум, дух, я, вот это, да, приучены к развлечению добра и зла. Еще раз. У которых чувство, навыком приучены к развлечению добра и зла. Гениально. Это вот то, о чем я, ну понятно, я сам это говорю когда-то, вот, назидавшись, конечно же, в этом. То есть у которых чувства приучены навыкам, опытом к развлечению добра и зла. Все очень просто. Я познаю мир, и дальше кто я, желтенький или черненький, будет зависеть от меня. Вкушу я это. Это лишь возврат информации. Вот то, что я вам показал. Даже казалось бы, что это, так скажем, заходит в домик, да, это еще не вкушение. То, что это попало ко мне назад, это еще не вкушение. Я это изблевал потом. Я понял, что я сделал зло, и я больше его не делаю. Это очень важно понимать. Я понял. Я почувствовал. Я ударил человека. Я глазами, через глаза, через тело, я почувствовал, я увидел его боль. Я услышал его боль, он кричал. Я вытер эту боль, эти слезы и крови, да. Что? Он мне еще в ответ вдарил. Пусть это не женщина, а то я взял мужчину, женщину, отдам ее. Пусть это два человека, два мужчины, две женщины, одна другую за косу трепет. Я сама потом на себе эту боль. Я навыком, я опытом поняла, что надо делать, а что не надо делать. Вот и все. Говорит, слушай, ты когда животное убиваешь, или вы платите за это, вы что испытываете? Радость? Ну, если радости и разговоров нет, я даже с вами рядом сидеть не хочу. А если правду, так ответь себе. Мало ли, что где написано. Это очень важно вот это вот понять. Закончить я хочу последней мыслью, которую тоже я всегда высказываю. Единственное, мы знаем с вами все прекрасно, мир лежит во зле. Тут не надо отчаиваться, расстраиваться. Все в жизни очень просто. Потому что так как мир лежит во зле, мы какие-то дела делаем. И как казалось бы, я сказал, алгоритм Бог идеальный придумал. И то, он его не придумал. Такие мы слова детские тоже, я с вами, как с младенцами иногда разговариваю. Придумал. Бог просто есть. Этот алгоритм просто есть. Поэтому даже здесь вот этому добру и злу, в мире, лежащем во зле, просто лежащем, как свинья в своем болоте или пес в своей блевотине, к сожалению, мы вынуждены совершать дела, которые лишь только в этом мире добром называются. Если бы все вокруг святые были, этого бы не нужно было делать. Поэтому мы проповедуем истину. Она кому-то причиняет боль. Ох уж как она режет. Да? Не хочется. И говорит, что ты мне злой? Ты мне боль причиняешь. Слушай, вот ты говоришь, мне неприятно слушать, что и бесы веруют, и трепещут. И что я спасенный по вере. А оказывается, я бес. Это причиняет боль человеку. Но вы знаете, это добро. Потому что в этом мире я понимаю, что это лишь боль, когда человека лечишь. Потому что все мы здесь больные, как это говорят. Это действительно так. Когда тебе человек, так как есть этот мир смерти, болезни, печали, да? Если тебе кто-то говорит, иди сбросься с крыши или поцелуй мне туфлю, и ты не целуешь, он говорит, что мне такую боль причинил? Я думал, ты ради меня сбросишься. Девочка сидит, 14-летняя, и мальчику говорит с крыши, да? Я думал, ты мне свою любовь докажешь. Он идет и бросается. Это же глупость. Ой, ты меня ранил. Ты мне отказал. Ты меня все. Ты убил мое сердце. Это бред. Поэтому, к сожалению, в мире, лежащем во зле, не все дела с виду, которые кажутся злом, такими являются. И наоборот, которые кажутся нам злыми, являются такими. А являются благом. Мы, к сожалению, в этом мире вынуждены делать дела, которые нам кажутся людям внешним, людям грешным, грешникам кажутся. Особенно, когда им вот такое вот говоришь, что ты сам так делаешь? Да, я делаю. Вопрос, что такое добро и зло? Вы знаете, святость действительно в этом мире достижима. Вот эти бредни протестантов, православных католиков, это чушь собачья. Про эти все там, что надо в пещере сидеть, и в этом святость. Читать канонники, там, псалтырьки, песенки, все вот это, собрания. Это все полная чушь. Это ничего и общего не имеющего с истиной. Религиозный бред, он не то, что далек, он вне истины, вообще, вне ее. Человек, он либо добр, либо зол. Соответственно, есть другие просто слова. Свят и грешен, свет и тьма. Вот и все. Смысл в любви. Другим, это опять же другое просто слово. Любовь, совершенство, Бог, это одни и те же слова. А они проявляются в каком-то добре. И это добро возвращать делает меня счастливым, а зло нет. Вот и все. Вот вся суть жизни-то. Радоваться жизни, наслаждение. Если вы причиняете кому-то сознательную боль, да, тогда задумайтесь. Вот я о себе могу сказать, я действительно покаялся, я действительно изменил. Я никого не напрягаю, никому не лезу, никого не прессую. Я дал человеку полную свободу всем, творить даже все беззаконие, точно так же, как это делает Бог. Но, при том же, сам кто слышал, я проповедую пацифизм какой. Я не говорю, что ты ничего не делаешь. Ты нарушаешь эту свободу, даже человек, я всем говорю, когда танки очередные на нас поедут, я не говорю, что я буду стоять в стороне, я никогда не буду стоять в стороне, когда обижают беззащитного, женщина, мужчина, ребенок, животное. Нет, я подойду и возьму человека этого за руки и скажу, так не делай. Я тебе не дам. Как это говорят, только через мой труп. Как меня научил Иисус. Ибо нет больше любви, как если кто положит душу свою, не чужую, рубит мечом. Конечно, я могу тоже умереть, но я надеюсь все-таки выжить. Нет. Ты реально понимаешь, что ты на низшем уровне. Ты понимаешь, что он, может быть, с автоматом даже стоит, я говорю, с ножом. Ты убивать его не будешь. Ты не будешь забирать у жизнь. Ты не будешь его даже сбивать. Но ты постараешься его остановить. Божьей силой Бог тебе даст власть сказать, замри, и он замрет. Своей силой тебе Бог даст, может быть, ты самый дрищ, но Бог тебе такую силу даст, что ты его вот так сзади возьмешь, вот так у него руки, чтобы он ничего дернуться не мог. Повалишь его, может, ты будешь вот так лежать, пока он, может, в себя не придет. Я никогда не проповедую бездействие я, но я проповедую любовь. Ты ничего плохого ему не сделал, ты ему не сделал только дать совершить зло, причем на твоих глазах просто, вот и все. Это очень важно понимать. Ты заступился за этого человека, сохранил его, может быть, жизнь, здоровье, деньги, там, еще что-то, и этого человека спас от греха. Он завтра может его совершить, но сегодня на твоих глазах он этого не сделал. Это очень важно понимать. Причем ты никак, говорю, ни здоровье его не испортил, ни жизнь, ничего. Он завтра сможет это сделать, ты же его отпустишь потом. но ты проявил благо ты в этом мире свет ты засветил твой этот внутренний человек еще пожелтел еще пожелтел желтая как символ света солнышко вот и все поэтому тут просто вопрос добра да целуйте мне все туфли я тут вот папа римский я тебе ничего не должен целовать это никакая не любовь ты ты не любовью заслужил что я тебе ноги как иисусу женщина обмывала слезами и вытирала волосами ты не любовью ты почему я должен просто потому что ты папа сидишь там супер дорогих шелках я просто должен приходя к тебе тысяч ничего доброго мне не сделал меня уважения к тебе даже никакого нету я слышу о том что вы там творите почему я должен делать слова они просто так это делать тип это добро это никакое не добро вот закончить все уже заканчиваю остановиться да не могу иисус сказал если не будете как дети не войдете в небесное царство очень важные фразы кто такие дети вот мы с вами видим не религиозно они опытом познают жизни поступают вот это мы должны помнить и детьми иисус назвал бога в евангелии только в двух местах ли христиан это когда они миротворцы вот как я вам сказал пытаются людей примирить на что одного схватывая пытаешься все это закончить и когда вы любите врагов благотворить им желаете им прежде всего блага иначе ты как будешь благотворить то есть молишься за них это есть желание помышление сердца или ваше желание им благо это благо твое помышление сердце твои желание проявляется либо в благотворении либо в благословении все войти в небесное царство вот там будут такие люди которые вот как я сейчас вам говорю они никогда этого не сделал и у вас ответственность мы сейчас смущаемся иногда когда вот нам вынуждены приходится какие-то эти дела делать на самом деле тебе нет желания там этого этих бесноватых этом оба эти люди бесноватые тебя даже желание их по сути разнимать нету но ты должен это сделать почему ты засветишь и эти люди возможно завтра 100 но должен я каком плане когда ты приходишь в боже в божественное естество уже навыкам приучаешься добро и зло ты сам понимаешь что это радость будет этим людям ты потом испытаешь они тебе возможно потом подарит удовольствие чем сказать тебе спасибо может и вернешь тех людей на путь истины и так далее да помимо дел скажешь какое-то слово вот и все поэтому царство небесное состоит из детей божьих и это не верующие в иисуса это любящие даже врагов и заметьте иисус который проповедовал любовь даже к врагам чего никто никогда на земле не делал вы нигде этого не найдете все равно и более того не просто проповедовал делом доказал то уж тем более сюда вмещается и любовь ко всему богом сотворенного вообще беззащитным животным которые ничего на плохого не сделали и не являются пищи для нашего чрева а лишь мы их убиваем в угоду нашему алчным безграничного просто в этой тупости чрева вот и все так что вот так ну на этом у меня все дальше всех приглашаю на следующий ролик по по матрице там я уже поговорю вот нас улице тоже людям эти страхи навязывают по поводу того что вот все электронно-цифровое рабство я говорю восстание машин уничтожение человечества я вам скажу что к этому пока нету вообще никаких предпосылок вы удивитесь я думаю послушав мой ролик но вы поймете только после того кто посмотрел этот ролик до конца потому что то образ подобие человек мы пока можем только простите это женщина родить сотворить моего пока никак не можем мы лишь делаем вычислительную машину вот эту вот эти мозги к из которых что-то выпрыскивается вот и все она не может чувствовать значит она не будет ну ладно останавливаюсь а то я вам все расскажу заранее я думаю что посмотрев этот ролик вам многое уже может быть станет даже если вы сами чуть-чуть задумаетесь открыто я кстати хочу в этом ролике пригласить всех тоже в свой телеграм-канал потому что там я сейчас стал выбрасывать некоторые вещи потому что который невозможно где-то публиковать и на ютубе в социальных сетях из-за авторских прав потому что я там дам рекомендацию посмотреть некоторые ролики их вот можно будет я буду стараться туда их выбрасывать я может быть даже будут какие-то подкасты писать которые игры невозможно по память потому что то авторские права где-то выложить на ютубе но я это буду делать там поэтому всех приглашаю ссылки всегда есть все в описании на сайте в контактах на всех youtube каналах везде найдете в любой соцсети все мои ссылки куда как добавится там есть конечно же пересылка на telegram вот но всегда в личке пожалуйста я всегда всем стараюсь ответить пишите какие-то вопросы есть о чем-то говорил что что-то дам чем-то поделюсь тоже всегда задавайте вопросы этом отвечу все жду ваших эмоций в комментариях что открылось что стало понятно что непонятно что зафиксировано всем согласно всем не согласным буду рад почитать все пока пока до встречи в следующем ролике так мои дорогие что-то выключил ролик и до меня дошло что я то ради чего все обещал это почему я ролик то назвал бога нет я есть начало и конец самое важное ну пусть это как раз будет как послесловие смонтирую ролик как раз чуть-чуть подожму его чтобы он поменьше был а почему я говорил что бога нет почему бога нет я есть начало и конец мы с вами возвращаемся опять к этой иллюстрации вот да вы час прослушали посмотрели где здесь бог где здесь совесть вы знаете конечно мы до бесконечности пытаемся все поделить и единственное что я могу без кривизны души и сердца назвать совестью это вот если вот этого я вот так вот пополам разделить это что вот это вот первое получение поступление вот это вот обратной информации которая прошла круг через боль через если это зло и и и проходя через грань моего тела причинила мне боль и пришло сюда в совесть в мою то есть что такое совесть просто говорят что совесть это что-то какое основное понятие совести что это что-то такое чистое относительно чего человек поступает плохо или хорошо нет и что типа совесть вложена богом до в человека нет если хотите туда вот это вот личность опять же их получается надо одну выше одну ниже где я вот это а вторая нижняя часть это совесть через которую эту информацию как я вам прям все на картинках рисую поступает да это вот это вот можно назвать совестью то есть я наполовину стою из совести а наполовину из того кто это из свободы до из того я той личности которая это все принимает решение да то есть совесть это анализатор ну кто знает я говорю очень хороший до пример справа с компьютером мы пытаемся вот люди пытаются чем следующий ролик и будет это сделать но это это вообще что то такое это выше даже ума выше мозгов да это вот я я получил это анализ информации я ее обработал и сделал вывод но я я я вы когда-то мысли пустив я обратно ее получил точно так же через действие и получил либо боль либо наслаждение да когда она брат через меня вернулась через опять же прохождение это видимой грани тела моего чувства да вот то что мы с вами читали в послании хари нау навыкам приучены к различаю добра и зла где здесь бог то именно поэтому когда бог говорил человеку в ум ну или хотите даже самому этому человеку бог как бы говорил вот этому высшему я который еще мы на 2 выше поделили совесть которая ничего не слышит это просто анализатор почему я говорю ну хотите это все едино хотите разделите и когда бог не важно кому он говорил уму или мне вот этого внутри меня туда я уж все зарисовал надо бы конечно все это почистить немножечко так сейчас секундочку вот так и вот так вот не важно кому бог здесь сказал да почему почему человек согрешил то да потому что эти теоретические знания то что мне бог говорит не делать этого как им веру все посмотрите на своих детей у кого они есть кто не слушает кто у кого нет еще вспомните себя посмотрите на окружающий мир когда бог мне того что он не говорит в это ухо мое хоть мне хоть этому моему уму это ничего не дает я все равно согрешаю точно так же как мне люди говорят не дело я делаю идешь другом один берет что-нибудь плохое делает воруй только тышь не воруй даже почему ты я тебе говорю мало что ты мне говоришь слова эти ничего не значит всегда я говорю слушайте человек создан по образу и подобие бога у бога есть голос божий нету у бога есть совесть нету он боится ада или рая нет я создан по образу и подобие бога да вот этот анализатор во мне есть половинка меня и потом дальше я сам выбираю ну хотите это можно назвать совестью но надо в нее вложить она приобретая моя она это это не бог то что игру словом совесть кто знает заменили в принципе так их назовем атеисты их называют да образно говоря потому что хотя не верующих него что людей нет хоть васиновый пень он доверит в самого себя там или еще во что-то вот это заменили что что-то такое светлое да это можно заменить но это не дано человеку от рождения иначе бы иначе бы мы бы не обучались как мы видим это на детях они искренне еще не понимаю мы сами с вами все проходили я беру детские какие-то я не знаю как вы меня слышите как я всегда вам говорю что я конечно в ответе за то что я говорю но не в ответе за то что как вы меня поняли да в три лет ну что там ребенок вот он в год в два тянется куда-то он что осознает это нет но согласитесь был возраст уже у нас 7 10 там 12 мужа мужа мы же родители видят что он сознательно это делает он знает что это плохо уже был опыт он уже делал видел что он сделал плохо вот он может в школе своровал что-то у одноклассника стало известно поругали родители в школу вызвали домой пришли поругали сказать не делай ты же видишь сколько неприятностей ты зла сделал более этому человеку который ты своровал возможно ну пусть сейчас современном мире смартфон школьнику школьника пока бежал еще разбила все его не вернуть ты принес боль потому что это приносит боль и этому человеку этот ребенок принес боли эту перенес дальше в свою семью потому что сказал как все плохо эти родители испытали боли потому что ребенок испытал боль потому что они за телефон работали испытали боли учителя которые действительно им стадоба они тоже потерпели их также пришли родители сколь что же вы не воспитываете наших детей боль испытали мы твои родители до за тебя потому что нам теперь надо это выплатить а это боль ибо ибо на этой земле мы добываем все с кровью и потом как господь сказал да в поте лица будешь съедать хлеб свой причем в поте нерадостном а действительно порой доставляющим даже боль вот именно то что работа бывает человек до изнемождение лишь бы прокормить там свою семью обеспечить какое существование до особенность там многодетная семья вот и мы видим а он бас через неделю опять сделал мы говорим да у тебя совесть есть ну что мы в это вкладываем она есть он понял он получил этот уже опыт теперь он из этого поэтому человек это вот он вот вот этот он я говорю пусть его можно напополам но я тогда этот анализатор все таки когда вот эта мысль то его проходит этот круг соприкасаясь с кем ты возвращается этот анализатор он вот и есть между этим телом где ты чувства как раз боли или радость испытал и до самого этого человека вот это можно сказать это все анализатор 0 как хотите еще какая-то грань который понятно это анализатор но опять же у нас только автоматически вы поймите вот именно я причинил боль все вот этот вот мой внутренний человек понимает что это плохо все именно через эту боль или радость я вот здесь понимаю по ним принимают от сигнал что это я что сделал было добром или злом все очень просто проще просто некуда поэтому в человеке нету бога в таком понимании как это любит бог может даже не говорит ничего человеку да то ж мы видим бог нам специально в истории показал от того что он говорит говорил с моисеем потом совсем как называют праведниками с израильским народом и что они все то же самое творили вот и человек сам это выбирается и вот когда нырю вторую повторно это делает значит он вкусил это зло и он превратился из света в тьму из серого в тьму или сам вкусил это добро и начал по кругу делать он все больше светлеет делает зло он темнеет первый опыт он ничем не является он никак не портит человека как я вам до этого все знаете ролики записывал те же самые мысли человека просто рождаемые мысли в голове во первых который даже из тела так скажем за грань моей материи не переходит и который я точно так же анализирую есть мыслик много мысли у человека который вообще не выходит за грань этого тела они вот тут вот крутится у него внутри него родились и все вот когда человек уже зная они попадают в этот анализатор опять вот хотя этот анализатор уже нет смысла попадать в том-то я почему игру что это понятие совести она очень специфична мысли которые первый раз да вот первое что-то ты в мире как я вам всяграл папа пытайтесь вот это прочувствовать да там есть этот анализатор совести потом это уже я это уже опять с одной стороны анализатор но я уже опытом знаю что это добро это моя мысль еще раз украсть она уже не проходит совесть совесть боль проанализировала это огромная разница то есть это я все равно это именно я выбираю то что ты меня раз украл столько такой кипиш такой замес получился из этого я покаялся принял решение никогда этого не делать и когда это мыс уже возникла у меня в голове она может до конца жизни будет и вы знаете у нас разные мысли до конца жизни возникают в голове и еще не выходя вот это же я ее не выпускаю из тела потому что она пробегает сначала меня теперь она не выходит во вне вот хотя получается я теперь уже становлюсь этой совестью вот этот желтенький человечек если хотите я вот не знаю сейчас его получится у меня перенести я вот еще добавил то есть получается этот я уже он уже не здесь а вот здесь он он становится на пути этой мысли вот он он не дает этой мысли вообще прежде всего выйти из этого тела то есть она же она почему не выходит уж я уже на пути то есть тут вы понимаете все вроде просто и легко говоришь об этих вещах вот поэтому в человеке нет никакого бога и нет никакой так называемой совести то есть это человек вот он человек и это опыт это его дела ты подумал воплотилась твоя мысль через пройдя ту грань через плоть эта мысль стала делом дело ими и либо хорошее либо плохое она к тебе вернулась причинила тебе либо боль либо наслаждение ты сделал из этого выводы дальше что твое дело вкусить что добро что зло пожалуйста вкушай добро вкушает зло нет ну ты все все очень просто поэтому я грудь человек это тут хоть как угодно я тоже набрасываю знаете все это хорошо что я об этом поговорил порисовал вот это вот все да но суть остается сути сутью очень простой и понятный человек это его жизнь поэтому я и ролик так назвал бога нет я есть вот эти все лживые учения протестантизма там мэра спасение по вере какой-то это все полный бред про православные сорт с католиками которым все всю неделю можно грешить прийти поплакаться и типа мне что-то проще но да нигде бог ничего не пишет мы образ и подобие самого бога в боге же нету если даже вот этот играет просто называем так совесть или анализатор как угодно ну тогда да потому что все что это есть тут я могу но неважно как мы пытаемся это разделить смысл понятия я есть им вот это я есть им внутренне она вообще тоже не делится я я анализирую делу выводы если первую свою мысль я просто выпускаю в мир не знаю как она вернется я опытный не знаю тоже рецидив как говорится последовательно эту повторно эту мысль себя выпускаю я уже ее анализирует то есть то и анализирую входящую информацию то я уже исходящий уже да я уже выбираю выходить и или нет и это и есть я всегда тот кто выбирает это есть я я личность свобода выбора вот это действительно человек этот верхний дух его осознан хотя мы все это люди да я весь из крови из плоти вот с этим видимым невидимым телом одновременно вот этой гранью все это я но я образ и подобие бога и с богом не говорит бог бог один он просто есть и и я есть и поэтому того что бог говорит как и мы со своими детьми толку то бывает от этого очень мало да вот вы знаете это опять меня всегда наталкивает на мысль о все-таки действительно истинности реинкарнации в этом удивительно вообще ничего нет когда это в противовес почему-то ставит христианство то это делать люди вообще невежественные не задумываясь над этими вещами вы знаете даже то что мы говорим вот вы сейчас может сама поспорить да нет я живут ребенку говорю ему достаточно он очень не бросал никогда в кошку камень но я ему говорила люби животных не причиняя зла и он никогда этого не делал слушать я говорю вот еще вы взяли что этот ребенок у вас впервые на этой земле это личность вот я вам говорю что я я в принципе мог убить человека и разные случаи в моей жизни как у пацана как у мужика могли были могло всяко случиться но опять же внутри я всегда понимал что убийство это вообще тем более я имел узнать и какой-то бытовой случайный я имел и да а вот о специальном как есть вы прекрасно знаете есть маньяки там люди разбойник как это называет разбой да то есть когда ты грабишь человека или именно и причиняешь человеку зло да я чтобы кого-то там бить чтобы у него 10 рублей взять да тем более убивать человек налево и направо никогда да и ты понимаешь что откуда это в тебе почему я тоже что в принципе у меня все-таки по моему развитию внутреннему до глядя на тех людей которые есть в этом мире то ты понимаешь что вряд ли это опыт одной жизни ведь я многих дел не делал а я знаю что их нельзя делать уже то есть я переживал уже этот опыт вот и все моя внутренняя тут это я шкурки как я вон гардероб открываю каждый могу разную одежду одеть то что господь и душа из тела в тело путешествует 1 сотворение мира здесь ничего вообще удивительного нет это никак не против а ну только противоречит это вот этими религиозным скуда умным учением что вот именно они сами не знают они не могут ответить на половину вопросов а что будет с детьми которым было 35 лет а что будет с 15 летними но не все просто все основная масса идет в ад если ты не православный не католик и не спасен по вере все это все в аду и еще и из них они друг друга естественно в ад посылать вы знаете я не такой это полная хиней полная чушь с истиной не имеющая ничего общего вот бог никого не творил ни для ада не для рая не от мира не творил он просто есть и он благо хотя он знает зло причем как мы вот с вами после такого ролика веру это удивительным что бог знает на опыте зло это удивительно это не понять точно так же как не понять нам вот это время вечности вам говорю казалось бы число времени но есть вечность и когда мы все это с одной стороны забудем взрослым будет внутренний этот опыт мы становимся этими богами мы сможем творить точно такие же миры в которым мы уже будем богами ты считаешь как мы творим свой мир рождая детей и мы для них боги мы для них все и кормим и питаем что такое младенец он сам вообще ты его положил он умрет положите младенца в месяц просто вот дома на кровати он просто умрет родители для ребенка для младенца боги вот и сейчас на у нас ограничено это творение миров можем там один домушочек построить небольшой огородик развести то когда господь когда мы откроемся во всей славе мы может каждый будем огроменный мир бесконечный может быть мы будем богами в своих мирах это удивительно вот все так что цель к чему прийти к спасению поверь что ли в этой жизни к батюшкину полотенчику пойти сходить разве в это ты никем никогда не станешь ты так и будешь не зря будешь ты гальбуш перевоплощаться ты бесконечности пока ты этого не поймешь вырваться из этого круга сансары от этого невежества и безумия и стать богом можно только осознав истину сначала в теории и потом поступать по ней вот и все в этом мире мы должны творить только блага ничего не уничтожать не че стараться никому говорю не причинять боли но я уж говорил не о том что порой как павел писал что я сделал с вашим врагом то есть врагом я вам зло делаю только потому что я говорю вам истину на это не обращайте внимание это кстати не нужны к сожалению опыт этих жизней как мира лежащего возле когда будет царство всех святых там эти поступки не нужны и будет их не будет уж все хорошие сейчас ты вынужден с человеком вот я с теми кто убивают животных я сейчас стараюсь минимум контачить я от них я их специально отодвигаюсь так демонстративно чтоб человек понял это там не нужно будет делать я говорю мы здесь тобой не можем быть вместе потому что ты убиваешь я нет как мы сидим за одним столом мне причиняет это боль ты горишь что тебе причиняет эта радость сейчас я вынужден сделать это зло в твоих очах ты меня отринул ты от меня отказался игру когда ты просто поймешь истину там потому что там царство небесное это люди которые иные познали истину и живут в ней это не так когда ты ломаешь себя почему я здесь говорю вы можете делать что хотите я только в этом участвовать не буду вы пока не познаете истину пока мы на расстоянии когда мы все придем как павел писал к совершенству познания истину тоже и любви начал надо познать потом по ней жить это очень важно тогда да вот когда ты познаешь что ты хотя ты знаешь это ты когда режешь горло барану он явно не радуется и на тебя кровь там прыщет и когда ты начнешь познав эту жизнь все-таки своим я вот этим изберешь любовь да 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 царство небесное это естественно царство этих людей детей божьих там никого больше не будет это только дети божьи это любящие даже врагов даже врагов не говоря уж евро беззащитных животных или еще или вообще как говорят обездоленных любого человека да ну как за которых заступаются немощные нуждающиеся вот даже об этом так что вот так вот вот почему ролик назвал бога нет я начал и конец человек действительно сам себя делает сам все эти протестантские бредни это чушь собачья католические православные никуда эти люди не растут они сидят и их сатана связал они сидят как дауны вы знаете же есть в мире эти болезни даут даунизм может быть у вас к сожалению к моему по крайней мере есть такие сложные ситуации это же беда посмотрите вот такие вот духовные дауны таких очень много людей я даже не буду вам процент называть они все вокруг вас вокруг нас вокруг меня к сожалению это так это ничего не дает человеку это не ведет его и только когда ты осознаешь этот путь совершенства и начинаешь ему идти потому что пройти путь знать пути пройти не одно и то же вот тогда да тогда тебя ждет в конце благо обязательно ну так вот а то я как-то это хорошо ролик уж думал загружать чуть вспомнил что я эпилог ты не сказал вот человек это ты это ты ты опытом познаешь добро и зло навыкам к этому приучаешься и сам выбираешь каждый раз что тебе делать вот так что вот так вот и грех любой легко распознать это боль боль окружающего мира который источником который являешься ты все вот так вот на этом у меня теперь уже точно все прощаюсь с вами всех обнял поцеловал по-братски пока пока